Уж больше века пробежало. Тех мужиков давно не стало, что возводили здесь село. Жизнь не стояла, время шло. Здесь мы любили, воевали, с верой рождались, умирали. Вдали от дома тосковали, но мы село не забывали. Там за селом стоит погост, он каждому отмерил рост. Всем, кто богатым был и бедным, простым душой, душой скоредным. Там дед мой отец лежит, и лягуякаль добежит последний в моей жизни час. Но нет, об этом не сейчас. И прежде, чем погост обнять, хочу завесу приподнять. Отца и деда путь увидеть, я не хотел бы их обидеть. И буду рад я, если смог, столетия подвести итог. Итак, с чего все начиналось? И детям нашим что осталось? После Столыпинской реформы она была не ради формы. Для смертов то было спасение. Большой души благоволение. И вот с далекой Украины, по обрывавши пуповины, смерды поперли в дикий край. Где хочешь место выбирай. Вот тут под сопкою реки остановились мужики, собрали вечи, покурили. Быть здесь село не решили. В уезд послали к старшине, и вот старшинам на коне попов явился старшина. Ухи поел, выпил вина. Он с мужиками погутарил, подарками сумы затарил, потом сказал, Моя цена деревня-то поповкой будет названа. Так старшина провозгласил, и поп то место росил, и камень первый заложил, чтоб люд рождался там и жил. Чтоб золотать в семье прореху, сынов рожай мать на утеху. Так муж жене своей сказал, да это что ж, был бы запал. И стал народ селе плодиться, пшеничка стала голоситься. Стали готовить закрома, но тут нагрянула чума. Это не сказка, это пыль. В деревне пусто, только пыль заполонила закрома. Но дай то Бог, прошла чума. И благоволила природа аж до семнадцатого года. Отцу двадцатый миновал. Он помнил тех страстей накал. Там брата брат сажал на вилы, и хоронили не в могилы, а волки братьев пожирали. Кто ж их сманил, в какие дали. Потом пошло артель, колхоз, а чуть попозже и совхоз. Позабирали всю скотинку, и небо стало им с овчинку. Овчинка голод обвернулась. К крестам деревня потянулась. В живых осталось на село. Душ пятьдесят смертям назло. Тот тридцать третий прошагал. Он и посеял, и собрал. Росток сквозь пепел пробивался для тех, кто жить еще остался. А наш мужик, хоть и герой, из-за других стоит горой, но по себе он тот живол. И вот пихни, и он пошел. И затянувши поезд уже, сказав себе, бывало хуже, мне некуда отсель бежать. И бабы вновь стали рожать, но тут нагрянула война. Так где ж ты бог? Он спит, смеется сатана. И плакала по ним природа, и мужики четыре года не видели свое село. Их половина полегло. А наша женщина в селе пахала, сеяла, сажала, а коли временно по гост, сложивши руки, умирала. Ну вот он, долгожданный май, село, сынов своих встречай. А как мне, братцы, повезло, увидел я свое село. Четыре года, день за днем, в бою, в атаке, под огнем, идя по выжженной земле, я думал о своем селе. Дошел я, дожил, дослужился, я видел смерть, я устоял. И пред селом он на коленях, как при святынею стоял. Война прошла, поджили раны, строю все так же ветераны. На праздник чарку водки пьют, да песни в войне поют. Ну а потом, после обеда, в кругу сельчан пойдет беседа, кто был под Курском, под Москвой, кто был в обозе, кто герой. А напоследок ветераны, одев медали, ордена, поднимут с водкою стаканы и выпьют горькую до дна. За тех, кто с фронта не вернулся, за тех, кто жизнь положил, кто с пулей в поле не минулся и до победы не дожил.